В эфире новости Севера Башкирии. В Уфе перед судом предстанет 29-летний житель Чешминского района. В октябре этого года молодой человек, не желая служить в армии, разместил в соцсети просьбу о помощи. Он хотел получить военный билет без прохождения службы. На объявление откликнулся неизвестный и предложил помощь за 100 тысяч рублей. Поняв, что совершает преступление, призывник обратился в полицию. Слоумышленника задержали на месте при передаче денег. После утверждения обвинительного заключения дело передадут в суд. На трассе М-5 в Туймазинском районе Башкирии произошло ЧП. На автомобиль Киарео упала глыба льда. Кусок свалился с крыши полуприцепа грузовой автомашины и попал в лобовое стекло иномарки. В результате происшествия машина получила повреждения. Пострадали и люди. 36-летняя женщина и 10-летний ребенок госпитализированы в Туймазинскую центральную районную больницу. Студенты Бирского кооперативного техникума стали участниками межрегионального чемпионата по кулинарии и сервису. На традиционной площадке ВДНХ-экспо собрались представители профессиональных колледжей Уфы, Стерль, Тамака, Салавата, Октябрьского и Бирска. Состязания проводились по принципу черного ящика. Из представленного набора продуктов конкурсанты готовили кулинарный шедевр. В результате соревнований биряне завоевали серебро. Предприятия, организации, учреждения и владельцы частных домов должны проводить уборку снега. Это отражено в правилах благоустройства и санитарного содержания бирска. В первую очередь обрабатываются наиболее опасные участки, подъемы, спуски, мосты, перекрестки, тротуары и подходы к остановкам общественного транспорта. На владельцев зданий также возложена обязанность по очистке крыш от наледи свисающих шапок и сосулек. Зачастую этими правилами пренебрегают. Театр-студия «Изаман» достойно выступила на республиканском фестивале «Тамаша» и заняла почетное третье место – руководить театром Радиса Султанова. Напомним, в Болтачевском районе завершился республиканский фестиваль театральных коллективов «Тамаша» на приз Фордуны Касимовой. За три фестивальных дня на сцене районного дворца культуры сыграли 138 ролей. На суд-жюри представили 13 спектаклей из 13 городов и районов республики. 3 декабря в селе Карейдель под воду ушел автомобиль. Житель левой бережья на машине ВАЗ-2110 выехал на лед. До противоположного берега горе-водителю осталось доехать чуть более 50 метров. Однако тонкий и хрупкий ледовый покров не выдержал нагрузки и автомобиль провалился. Вместе с водителем в машине находились его двое родственников. Все смогли выбраться. Отметим, что официальная переправа еще не открыта. Работники теплокомпснап из-за отсутствия морозов не могут приступить к наращиванию льда. По информации МЧС, толщина льда на реке Уфа не превышает 10 сантиметров, поэтому выезд на лед на автомобиле категорически запрещен. В селе состоялась игра районного фестиваля клуба веселых и находчивых. В обновленном составе на сцену вышла команда райцентра и пять команд из деревень. Их искрометный и актуальный юмор не оставил равнодушными ни одного сидящего в зале зрителя. Ребята много острели на актуальные темы, пели и танцевали. Шутки на тему переправы через реку Уфа в период ледостава запомнились каждому. По сумме баллов выставлено жюри, первое место получили магинцы, второе завоевала команда караидельцев, третьими стали новобердяжцы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok